Итак, всем привет, господа! Добрейший вечерочек! С вами CryptoFT. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют по средней новости за 24 часа. Также, как Россия будет запрещать криптовалюты. Уже готовится законопроект, который будет 1 июля. И уже законопроекты о криптовалюте в РФ должны быть приняты до 1 июля 2019 года. Обсудим это, но в принципе также обсудим рынок криптовалют, чем он был примечателен сегодня и чем будет примечателен в будущем. На самом деле сейчас рынок криптовалют сверхнизко волатилен, нет интересных активов для работы. Binance Coin у нас опять начинает переть наверх. Ну и по сути Bitcoin SV сейчас провалился и больше ничего такого интересного нету. То есть из криптовалютных активов, ну разве что 0x. Дело в том, что биржа Binance добавит поддержку токена Fetch.i и новые пары с токеном 0x. И вот этот Fetch.i это ICO, которое вышло недавно и оно будет скоро торговаться на Binance. Ну я считаю, что ICO более-менее хайповое за эту неделю, возможно даже за этот месяц, когда там BTT выходил в начале, по-моему, февраля. Но я хочу сказать, что BTT, BitTorrent, он куда хайповее и Fetch.i это ICO ни о чем. ICO из себя ничего серьезного не представляет и чисто служит спекулятивным инструментом, чтобы люди возможно заработали деньги или прогорели. Потому что для инвестиций я выбираю все-таки среднесрочные какие-то инвестиции, возможно задумываясь все о том, чтобы инвестировать в лайткоин, эфириум, биткоин. Но какие-то ICO там ложить деньги, не-не-не, это никогда, это никогда. Потому что непонятно от кого это ICO, непонятно как оно будет себя чувствовать на рынке. А учитывая то, что Binance еще и листит какие-то щиткоины, завтра будет отчетик у нас, как мы торговали в ВИПке, мини-отчет за февраль. Ну я считаю, что биржа Binance тоже уже теряет понемногу репутацию. Но тем не менее остается такая нормальная биржа, где можно торговать, ссылочка будет в описании. Что касается биткоин, давайте посмотрим. Здесь мы сейчас видим, что у биткоина происходит консолидация 3900 долларов. Нужно учесть, что эта консолидация даже возможно меньше волатильна, нежели которая была вот здесь. Примерно такая же ситуация была здесь. Вот здесь была как по мне. Мне кажется, мне кажется, здесь было больше волатильности. Я считаю, что так оно и есть. То есть вот этот уровень, где мы сейчас находимся. И я считаю, что примерно та же ситуация у нас вырисовывается, где завтра у нас будут события по эфириуму. Напомню вам, что в 11.00 вечера по МСК у нас будет запущен Hard4 Константинополь. Будет он поддерживаться определенно биржей Binance. Возможно, завтра опять новые биржи поддержат Константинополь. Но нужно учесть, что по сути это не какие-то новые токены. То есть если вам будут предлагать, чтобы вы дали ключи и вам она считает какие-то новые токены, то знайте, что это мошенники. Поэтому завтра мы посмотрим. Сейчас что примечательно, то что число шертовых позиций у нас увеличилось на момент 27 февраля. И сейчас мы видим, что подросли у нас шертовые позиции. Видимо, кто-то встал. Давайте посмотрим крупным планом. Здесь мы явно видим увеличение на 2000. Ну даже на полторы. Не будем даже лукавить. Не на полторы, а даже на 1100. И возможно крупный игрок как-то встал и чуть-чуть, возможно, биткоин прольют. Если крупный игрок встал, то могут еще и двинуть биткоин на 4000 долларов. О чем я с утра и говорил. В принципе, 4000 долларов проволочи биткоин наверх. И при этом цена эфириума может быть 145 долларов, 147 долларов. Это вполне реально. Здесь нет ничего такого удивительного. Поэтому пользуйтесь советом. Что касается России, она уже получилась против биткоина. Есть решение, конечно, суда. Принятие криптовалюты идет своим чередом. Постепенно все органы власти осознают, что виртуальные активы пришли всерьез и надолго. Необходимость внесения изменений в уголовный кодекс в связи с возникновением новых финансовых инструментов осознал и Верховный суд Российской Федерации. То есть на очередном пленуме ВСРФ, проходившем 26 февраля, было принято решение о новой формулировке некоторых статей уголовного кодекса страны, касающихся легализации финансовых средств, полученных незаконным путем. В частности, были изменены формулировки статей 174 и 174.1 УК РФ. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда биткоин снова вырастет и вы пойдете обналичивать деньги, ну вы же не будете смотреть на биткоин, когда он будет стоить там 20 тысяч долларов, пойдет обновлять свои хаи. Конечно же нет, вы его будете продавать. Соответственно, уже есть, уже будет даже почва для того, чтобы у вас эти денежки забрать или часть, чтобы вы обязательно заплатили государству. Поэтому я считаю, что это как бы в других странах это нормально, но возможно не в России. Почему? Потому что не строится инфраструктура, непонятно, куда идут деньги, куда идут налоги. Чиновники себе кладут деньги в карман. Тут, конечно, вот это палетота, я и не хочу заниматься, но я считаю, что это действительно к этому все и идет. Что когда биткоин и криптовалюты вырастут, вы будете обналичивать. Это через банк, конечно, потому что офшорные карты сейчас, как бы с ними есть проблема. И поэтому, конечно, вы будете испытывать такое фиаско, что банк, тот же Сбербанк, какие-то транзакции непонятные там, уже все это будет мониториться. Также нужно учесть, что биткоин может стоить очень дорого, а может опуститься до нуля, заявил Миллер. И нужно отметить, что эта позиция бизнесмена полностью совпадает с мнением другого известного эксперта цифровых валют, Энтони Помплияна, утверждающего, что BTC может стать лучшим инвестиционным инструментом для пенсионных фондов в период кризиса. То есть я не являюсь ярким поклонником биткоина, но внимательно отслеживаю этот инструмент, имеющий высокий потенциал. Ну и также высокую волатильность, но не такую высокую, как у альткоинов. А что нужно отметить? То есть, по сути, подытожим то, что уже, конечно, до 1 июля 2019 года будут уже законопроекты, уже будет это все регулироваться. И в соответствии с тем, что криптовалюты обязательно будут расти, не знаю, как и другие щиткоины, но биткоин точно будет расти, и вы будете обналичивать биткоин, который вырастет. Ну, в этом году я надеюсь, что десятку тысяч долларов мы будем добивать в конце этого года. Таким образом, конечно, даже вот такие деньги, X3, вы будете обналичивать. Другое дело, что вы как это будете обналичивать? Естественно, вы будете обналичивать все это через банки, все это белым путем. Но другое решение, по сути, обход всей этой ситуации, это как-то делать все это peer-to-peer. Кто знает, о чем я, тот поймет. Что касается, значит, криптовалют, которые, возможно, вам пригодятся для просмотра в марте, возможно, на которые необходимо обратить внимание. Первое – это Yost. Честно говоря, проект не в курсе, что это именно за проект. Им я не занимался, его мы не покупали. Даже на какой он позиции находится, я толком не знаю. Вот вижу на 53-й позиции. Давайте посмотрим, что за криптовалюта. Криптовалюта, конечно же, упала. Было у нас очень хорошее движение наверх в мае 10-го. После этого криптовалюта просто упала. И сейчас находится во флете. Но у нее, смотрите, если мы будем на дневку смотреть, то на дневном таймфрейме у нее потихоньку увеличивается капитализация, начиная с ноября 2021-го. Поэтому учтите, возможно, монета стрельнет. Что касается других криптовалют, то есть по монете вы можете найти информацию, сами посмотреть. Я не хочу пиарить сторонние щиткоины в своем видеоролике, дабы не захламлять эфиры. Дальше у нас ПОБ. А, ну это по поводу ЙОСТа. Дальше у нас идет Эфириум. Все это связывает с Константинополем и Санкт-Петербургом. Апгрейд и Санкт-Петербург. И, значит, дальше это Scream Labs токен. Насколько мне известно. Вот, честно говоря, тоже не знаю, что это такое, что оно, как оно будет. Какой-то токен с РН. Давайте, возможно, найдем его и посмотрим. Ну, то есть вот эти криптовалюты, вот эти три криптовалюты. Криптовалюты, эфириум я назову криптовалютой. Да, это действительно. По поводу ЙОСТа щиткоин, возможно. По поводу Сиренлабс еще больше щиткоин. И находится на 193 месте по капитализации. Возможно, заказная, значит, статья, где порекомендовали этот токен. Я ничего не буду рекомендовать. Считаю, что это щиткоин. Либо здесь нужно разбираться. Все, что за топ-100, я считаю, сейчас вообще не нужно трогать. Никуда не инвестируйте. Никакие там не лапсы и так далее и тому подобное. То есть просто потеряете деньги, расстроитесь. Биткоин-то вы можете вложить деньги, да, и потом держать его в случае чего. В случае фиаско и провала биткоина на 2400. А вот эти щиткоины, что с ними будет при капитализации биткоина 2400 и капитализации всего рынка в 50 миллиардов долларов, честно говоря, не знаю. То есть очень трудно ответить. Поэтому, конечно, имейте риск менеджмент. Что касается Whale Alert, что касается кошельков и переводов, переводится XRP. Причем за час переведено с биржи на биржу огромное количество XRP токенов 28 миллионов, 28, 28. В общем, около там кучи миллионов, 100 миллионов токенов было переведено на биржу Bittrex. Что будет с этими XRP токенами, пока что никто не знает. И также были переведены эфириумы недавно. Поэтому ждем. Пока что будем ждать. Пока что будем сидеть, так скажем, в засаде. Ну, также здесь были переведены стейблкоины на Binance. Возможно, будет памп. Завтра посмотрим. Завтра много событий. Это эфириум Константинополь. Ну, это основное, на самом деле, событие. Оно никак не влияет на весь рынок криптовалют. Оно влияет на инструмент. Потому что эфириум это инструмент, это криптовалютный актив. Поэтому здесь нельзя говорить, что если Константинополь перенесут, весь рынок рухнет. Это априори неправильно. Константинополь перенесут. Если будут видеть, что рынок очень вялый и не имеет признаков какого-то роста хотя бы на 5000 долларов. Я не говорю о развороте. То есть, в этом плане, да, Константинополь перенесут, если они не будут видеть эти признаки. Вот. Исходя из этого, вот так вот правильно говорить. То, что перенесут Константинополь, это вот просто следствие того, что нету булран на рынке. Вот и все. Просто некоторые трактуют неправильно. Ну, такие неграмотные люди. Поэтому я это прокомментировал. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.